Бог нам даст слово примирения Итак, мы посланники от имени Христова И как бы сам Бог увещевая через нас От имени Христова просим Примиритесь с Богом У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба В преддверии Рождества В эти рождественские дни Мне бы хотелось сказать нечто О Матери Господа нашего Иисуса Христа Марии Вообще о ней очень мало говорится В евангельских церквах В протестантских церквах В общем-то это понятно Потому что движение протестантизм Реформация Оно возникло на основании Или я бы сказал на почве Католических ошибок И различных неправильных действий Которые существовали в определенное время Когда эта реформация возникла Реформация настолько сильно Отошла в сторону От поклонения Марии Которое было даже названо Марианством Что в церквах начали дуть на холодное Настолько сильно, что о Матери Господа Вы не услышите проповедей Или услышите, но очень редко Можно слышать проповеди о пророках Можно слышать проповеди об апостолах Об их хождении в Господе Но о Деве Марии говорить Часто не приходится Как я сказал, возможно Из-за некоторых предубеждений, которые есть Но сегодня мы позволим себе это сделать Если Господь нам позволит Евангелие от Луки, первая глава Я хочу прочитать достаточно большой отрывок Из Священного Писания Проникнитесь в него сердцем Постарайтесь и разумом своим Оказаться вот в тот момент времени В той духовной атмосфере И в той ситуации, которая здесь описана В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога В город Галилейский, называемый Назарет К Деве, обрученный мужу именем Иосифу Из дома Давидова Имя же Деве Мария Ангел, войдя к ней, сказал Радуйся, благодатная Господь с тобою Благословенно ты между женами Она же, увидев его, смутилась от слов его И размышляла Что бы это было за приветствие И сказал ей Ангел, не бойся, Мария Ибо ты обрела благодать у Бога И вот зачнешь в очреве И родишь сына И наречешь ему имя Иисус Он будет великий И наречется сыном Всевышнего И даст ему Господь Бог Престол Давида Отца Его И будет царствовать над домом Иакова Во веки И царство его не будет конца Мария же сказала ангелу Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ Дух Святой найдет на тебя И сила Всевышнего осенит тебя Посему и рождаемое святое Наречется сыном Божьим Вот и Елисавета Родственница твоя Называемая неплодную И она зачела сына В старости своей И ей уже шестой месяц Ибо у Бога не останется бессильным Никакое слово Тогда Мария сказала Се раба Господня Да будет мне по слову Твоему И отошел от нее ангел Встав же Мария в Однисии С поспешностью пошла В Нагорную страну В город Иудин И вошла в дом Захарии И приветствовала Елизавету Когда Елизавета Услышала приветствие Марии Взыграл младенец в очреве ее Елизавета исполнилась Святого Духа И воскликнула громким голосом И сказала Благословенно ты между женами И благословен плод чрева твоего И откуда это мне Что пришла Матерь Господа моего Ко мне Ибо когда голос приветствия твоего Дошел до слуха моего Взыграл младенец радостно В очреве моем И блаженно уверовавшая Потому что совершится Сказанное ей От Господа И сказала Мария Величит душа моя Господа И возрадовался Дух мой О Боге Спасителе моем Что презрел он На смирение рабы своей Ибо отныне Будут ублажать меня Все роды Аминь Благословенно ты между женами И благословенно Чрева твоего Я Господа Сородила Вдумайтесь Служение Которое приняла Дева Мария Для человеческого Разума Практически невозможно Себе и представить В ее чреве Бог благоволил Соединить и небесное И земное Произошло то Что никогда раньше Не случалось Во вселенной Я подчеркиваю это Вдумайтесь Это было более тесное Соединение Чем пророческое Апостольское Или даже Английский чин Не имеет такого И не имел никогда Такого или подобного Соединения Удивление вызывает Когда мы задумываемся Об этом Но сегодня Я хочу посмотреть На Матерь Господа Иисуса Христа С другой стороны Ведь она для нас Является Неким так же Образом В ее лице Совершилось Нечто особенное В лице Этой девушки Все творение Все человечество Оно как бы Отозвалось Богу В ее лице Все творение Ответило Богу Всем сердцем Всей верой И всей Свою жизнью Без остатка Она является Как бы И нашим Ответом Богу То есть в ее лице И мы Мы дали Ответ Богу В ее лице Все сотворенное Как я уже сказал Ответило Верой Послушанием И любовью С каким же Благоговением И с какой Благодарностью Должны мы все-таки Относиться К ней И сколькому Многому Мы наверное Сможем Научиться От нее Давайте И сегодня Мы посмотрим Что для нас В Матери Господа В Диве Марии Является Примером И вообще Вопрос А является ли Она для нас Примером Еще раз Хочу Чтобы вы Вдумались Может быть В нашей жизни Что-то Упущено Из-за каких-то Неловких Традиций Человеческих Важнейшее Место В истории Человечества Я скажу Она несет После Бога Бог воплотился Мы об этом Проповедуем Бог пришел Во плоти Но Бог пришел Не иначе Как через человека Этим человеком Была Мария Давайте посмотрим На ее качество И поразмыслим Об этом Помните Друзья Что со дня Грехопадения Мы должны Это понять С самого Начала С самого Момента Грехопадения Бог стал Приготавливать Человечество Приготавливать Человечество К искуплению А значит К своему Пришествию И Приготавливая Человечество Бог Готовил В человечестве Человека Не зря Сказано Ищу Человека Поэтому Друзья мои Тысячи лет Происходили Вразумления Для людей От Бога Тысячи лет Также точно Происходили От падения От Бога Но настал Определенный Момент Времени Который В Библии Назван Полнота Времени И в этот Момент Времени Пришел Христос Как написано Родившись От жены Я не так Давно Развивал Эту тему О моменте Кайрос О полноте Времени Мы порой думаем Об этом С определенной точки зрения Что для нас Полнота Времени И как мы понимаем Вот полноту Времени Почему она Настала Может быть это было Самое удобное В истории Расположение И время Для того чтобы Проповедовать Евангелие Возможно так Возможно это было Такое стечение Обстоятельств Когда лучше всего Было прийти Христу Но вот почему-то В эти дни Рождественские Я начал думать О полноте Времени Несколько иначе Я думаю Что Господь Искал Человека Ведь еще В пророческих Книгах Сказано Что должно Произойти Нечто невероятное Дева Примет И родит Сына Но также Сказано Жена Спасет Мужа От семени Жены Должен Произойти Некто Так вот Господь Искал Человека И не было Вероятно Долгое Время Отклика Ни одной Души Через Которую Бог Мог Приготовить Свое Пришествие Дело в том Что Господь Не может Спасти Человечество Или не желает Или не будет Спасать Человечество Если При этом Он Погубит Хотя бы Одну Душу Для Бога Это Слишком Высокая Цена Душа Человека Жизнь Человека Для нас Не так Высока Как Для Бога Мы Порой Готовы Пожертвовать Чем-то Или кем-то На уровне Государства Власти Армии Люди Жертвуют Десятками Ради Тысяч Тысячами Ради Десятков Тысяч Мы знаем Такие Исторические Моменты Достаточно Ясные Четко Мы можем О них Вспоминать О них Даже Есть И книги Написанные И фильмы Снятые Но Господа Иначе Он не будет Губить Душу Спасая Человечество Он не Погубит Души Человека Вот в этом Заключалась Величайшая Опасность Воплощения Насколько Жи Должна Быть Готова Душа Человека Насколько Она должна Быть Приготовлена Превзойдя Внутри себя Вот все Ветхозаветные Традиции И порядки И законы Насколько Эта душа Должна Быть Невосприимчива Гордости Чтобы Услышав Призыв Ангела Мы читали Вместе С вами Поверить Ему Но при этом Не возыметь Никакого Мнения О себе Удивительно Что Дева Она даже Не подозревала В себе Никакого Достоинства Мы читали С вами Вот эту Ангельскую Речь Благодатная Господь С тобою Благословенно Ты между Женами А дальше Написано Что Она Смутилась От слов Его И размышляла Что это было За приветствие Обратите внимание Не сказано Что она Смутилась От присутствия Ангела Что она Была Смущена От Самого Явления Ангела То Чего бы Смутились Мы Друзья Мы Мы Бы могли Смутиться Если бы Вдруг Перед нами Предстал Ангел Но Она Смутилась От Слов Его Она Совершенно Не Мыслила О себе Так Как Сказал О ней Ангел Благословенно Ты Между Женами Да Эти слова В Библии Звучали И раньше Эти слова Были Сказаны И Аили Женщине Которая Совершила Подвиг Поразив Полководца Сесару Благословенно И Аиль Между Женами Да Эти слова Были Сказаны Руфи Которая По наитию Божьему Поступила Так Как Было В божественном Замысле Так Могла Размышлять Мария Они были достойны Но при чем здесь я Но в чем же Мое достоинство И она Смутилась Я об этом думаю Подводя Какие-то итоги Нашей жизни Давайте взглянем В этом свете И на себя Ведь нам стоит Немножко потрудиться И мы уже Не удивляемся Никакой похвале Которая исходит От людей Мы ничему Не удивляемся Если даже Ангел бы Пришел к нам Мы бы Наверное Не смутились И не удивились Потому что Чувствовали бы себя Особо достойными Вот я И ко мне Пришел Ангел Сегодня так много Об этом Рассказов Особенно люди Не замолкают Рассказывать о том Что им Ангел сказал Много и фантазеров Конечно Я думаю Что это фантазии Иногда Людей С некоторым Повреждением Потому что Бог не станет Говорить человеку Который Примет Какую-то Весть И она Погубит его Но здесь мы Видим Истинную Реакцию Не такова Склонны К подобному Друзья мои Но она ответила Нечто иное В отличие от нас Все Раба Господня Все Раба Господня Почему-то это слово Тоже вышло Из нашего Лексикона Мы больше Говорим Я дитя Твое Господь Так редко Говорим Я раб Господен Я раба Господня Мы очень Редко Об этом Вспоминаем Хотя апостол Павел Да я знаю И другие апостолы Не раз Называли себя Рабами Господа Иисуса Христа Мария Ожидавшая Рождение Спасителя Уже будучи Беременной Носящей В очреме Пришла к Елизавете Что Елизавета Ей сказала Вы помните В 45 стихе Это сказано Блаженно Уверовавшая Потому что Совершится Сказанное Ей От Господа Смотрите Что определила Елизавета Исполнившись Духом Святым Она определила В ней Что Мария И есть та Кто смогла Неограниченно Без границы Довериться Богу Богу Который Дает людям Непостижимые Порой Обетования Я иногда Думаю Об этом моменте Когда ангел Пришел к ней Мы не знаем Чем она была занята В тот момент Я уверен Что она Внешней жизнью Походила Очень сильно На всех тех девушек Которые жили в Израиле В то время Она Возможно Была занята Обычной жизнью Но написано Когда пришла Полнота Времени И потому Она настала Эта полнота Времени Я хочу Чтоб вы почувствовали Эту мысль Что эта дева Смогла Призвать Имя Господа А когда мы Молимся Богу Когда мы Обращаемся К Нему Это и называется Призвать Имя Господне Но она Смогла Среди всех Людей Всех Женщин Всех Девушек Живущих То нее И в тот момент Единственная Призвать его Всем сердцем Всем умом И всем существом Господь Видел это Я думаю Что она Не остановилась Вот на той Друзья мои Частице Вот этой нашей Внутренней жизни Которой мы Многие живем Где мы Многие Останавливаемся Немножко Входим Куда-то Но как-то Больше На поверхности На поверхности Но она Слава святое До конца Те или иные Чувствах Которые мы Предлагаем Богу Но сердце Это наше Естество Наша Натуральная Жизнь Это наше Собственное Я Независимо От тех Поверхностных Чувств Которые Порой Мы Имеем Так вот Как важно Предстать Перед Богом С неразделенным Сердцем С неразделенной Душою Неколеблемой Волей Друзья мои И это Требует От нас Великого Подвига Это непросто Это настоящее И поэтому Это непросто Этому Проповедь Вас не научит И библейская Школа В этом Не поможет Этому Может научить Сама Ваша Жизнь И ваше Стремление Вот Ее будут Ублажать Все Роды Она Была В этом Святое Святых В своем Духе Где встретилась С Богом И будут Ублажать Ее все Роды А Соломоне Сказано Все народы Будут Ублажать Его Но А Матери Господа Сказано Иначе Будут Ублажать Все Роды Это означает Что подобный Подвиг Человека Входящего Во святое Святых Где он Предстоит Нераздельно Перед Богом Друзья мои Имеет Неприходящее Значение Да Благословит Нас Господь Потому что Мы живем Очень часто На поверхности Жизни Заметьте Все На поверхности Мы не знаем Ни времени Ни возможности Как нам уйти Вот в эту Духовную Глубину Естества Чтобы встреча С Богом Стала воистину Возможной Или была Возможной Или чтобы Она продолжалась Войти в такое Состояние Или в такое Положение Перед Богом Где нет Колебаний Где нет Дрожащих Мыслей И неправедных Чувств Пораженной Воли И эта задача Она стоит Перед каждым Из нас Оказывается Мы призваны К великому Да поможет нам Бог Научиться Уходя От внешнего мира Оставаясь В нем Искать Божьего Жить сердцем Еще важно Мы почитаем Марию Как деву Но Мы забываем Что значило Для нее Принять благовестие В то время Как Это все Происходило Какой это Образ Имеет И урок для нас Но прежде я скажу О девстве Я надеюсь Что мы понимаем Девство Это не только Телесное состояние Человека Потому что Телесно Человек может быть Девственным Но умом Развращенным Девство Это то Что дается нам Как данность Физически Но Духовное Девство Это то До чего Нам нужно Каждому Дорасти Оно заключается В том Чтобы быть Свободным От того Что приходит Извне От того Что покоряет Нас От того Что пытается Нас поработить От того Что пытается Взять Нашу жизнь Это предельная Свобода Человека Когда Ничто Ни телесное Ни душевное Не способно Обладать им И не мешает Открыться Открыться Богу Неограничено Это чистота Мыслей И сердца Очищенность И освященность И вот в этой связи Хочется сказать Несколько слов О смирении Потому что Путь к этому Смирение Мы привыкли Что смирение Друзья мои Это когда человек Перестает видеть Себе причины Для гордости Или видеть Себе то Что вызывает Самодовольство Самолюбование Но смирение Это нечто Большее Это состояние Когда человек Отдается До конца Когда он Предан Богу Когда его жизнь Уже находится За пределами Страха За самого себя Это такая Открытость И способность Принять всю волю Божию Любое унижение И любую славу Унижение Принять Без содрогания Славу Без наслаждения Вот именно Эти качества Они дают Богу Делать С человеком Или через Человека То что он И желает И здесь Величайший Пример для нас Смирение Нам нужно Освободиться Друзья мои Порой от того Что связывает Каждый знает И не бойся Что потеряешь Земное Если приобретешь Небесное Не бойся Только веруй В этом смирении Есть еще нечто Это испытание Нашей веры Настоящая ли она В те времена Если девушка Незамужняя Родит ребенка Конец Предрешен Побить камнями И она не была Замужем Она была Невестой И вот Подумайте Какой Смиренной Волей Вообще Каким смирением Нужно было Обладать Чтобы осознавая Это сказать Да будет мне По слову Твоему Это все равно Что принять Приговор Она же не знала Что будет Происходить дальше Но слова Простые Я знаю Что меня Должны убить Но Божий Путь Непостижим Да будет Твоя Воля Я хочу Задать вопрос Где Кончается Наше доверие Богу Мы знаем Где оно Порой Начинается Когда мы Слышим Его слово В своем Сердце Когда мы Понимаем Что Бог С нами Имеет Общение Но где Оно Заканчивается Это доверие Доверяем Ли Богу Только Когда Понимаем Его пути Или же Мы перестаем Доверять Когда Пути Понимать Перестаем Или Способны Ли мы В свою Меру Каждый В свою Меру Сказать Господи Я Твой Я Твоя Я верю В Тебя Я доверяюсь Тебе Да будет Твоя Воля А как Это будет Не мое Но Твое Дело Господи Есть еще одно место На которое нам стоит Обратить Внимание Мы обратим Внимание На это место Священного Писания Но оно не относится К рождественским событиям Я просто хочу Говоря сегодня Матери Господа Нашего Иисуса Христа Увидеть Величайший Пример Подражания В любви В доверии И в вере Это Свадьба В Кане Галилейской Помните Бедная деревня Соответственно Небогатая свадьба Но как обычно бывает Может быть У людей Небогатых Много радушия И они веселились Радовались И Христос Был туда приглашен Со своей Матерью Настолько люди Были разгорячены Настолько они Были в радости И вдруг Неожиданно Свадьба Заканчивается Вино выпито А значит Что дальше Пора расходиться А люди Полны желания Быть Вместе Так вот Ситуация Простая Люди Возбуждены Люди Радостны И это праздник На самом деле Любви Был Это как некое Предвкушение Вот того праздника Любви Царства Божьего Люди Вместе И такая Неприятность Кончилось Вино Пора Расходиться Но уходить Не хочется Мария Обращается К Господу С простыми Словами У них Нет больше Вина Господь Говорит Что тебе Жена Что тебе И мне Практически Спрашивает Почему ты Об этом Говоришь Ведь не я Не ты Мы не Распорядители Пира Мы как бы Не организовывали Все это Почему ты Меня Спрашиваешь И дальше Идет Некий Тонкий Вопрос Потому что Может быть Ты моя Мать Я перевожу Этот вопрос Может быть По праву Материнскому По плоти Родная По плоти Обратите Внимание Что Мария Не отзывается Речью Про странный Но она Отзывается Поступком Она как бы Отвечает На саму Суть Возникшей Проблемы Господь Говорит Ним Пришло Мое Время Еще Но она Говорит Обращаясь К людям Которые Приготавливали Этот пир Чтобы вам Он не сказал Сотворите Помните И оказывается Она доказывает Нечто Особенное Ей движет Не родственные Чувства А ей Движет Вера В то Что ее Сын Сын Божий И вот С того Момента Начали Происходить Чудеса И его Время Пришло И знаете Почему Не из-за Нужды А потому Что она Своей Верой Привела Всех Кто был Там К вере Во Христа Увидите Эту картину Таким Образом Мы Христиане Часто ведем Себя Как имеющие Право Родства Я член Церкви У нас Есть Право Родства Как будто Но Отдаем Ли Мы Себе Отчет Что Мы Связаны Не церковным Списком С Господом А чудом Веры Нашей Только И все И больше Ничего Да Он близкий Да Мы можем Назвать Даже Братом Другом Но Он для нас По-прежнему Бог И Господь А значит Господин И хозяин И другой вопрос Здесь возникает Есть ли у нас Такая же Отзывчивость И сострадание Способность Радоваться С теми Кто радуется Скорбеть С теми Кто скорбит Плакать С теми Кто плачет Для нее Ничего Не было Слишком мелким А вот для нас Сегодня Есть Способны мы Жить Вот таким Образом Независтно Есть такое Старое слово Даже Радуясь С людьми У которых Радость Независтно То есть Без зависти Чистой радостью Случалось 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 ли нам Друзья Когда-нибудь Если люди Есть в нужде Своей верой Обратить их К единственному Кто может Помочь В этой нужде А если человек В радости Находится Обратить К тому Кто дает Полноту Радости Способны ли мы Случалось ли нам Доверяя Христу Настолько Что мы Бесстрашно Можем Выйти и сказать Сделай Что бы Он тебе Не сказал Вы представьте Насколько Сильно Бесстрашия Веры Подойти К этим Людям Она была Практически Посредником Между ними И Христом И было Сказано Сделай Что бы Он вам Не сказал Практически Она отвечала За то Что должно Произойти Хотя Ответа Что я Вот сейчас Совершу И сделаю То-то То-то Она не Получила Не говорит Ли это Высоте Веры Друзья Мои Подумайте Об этом Подумайте Об этом Сострадании Об отсутствии Мелочей Незначительного В нашей жизни Подумайте О доверии Господу Которым мы Действительно Можем Помочь Людям И последнее Я знаю Что этой мысли Нет в библейском Изложении Она есть В истории Церкви Многие Служители Церкви Многие Исповедники Размышляли Об этом Не раз Я Стал тоже Задумываться Об этом Воистину Отец Отдал Сына Своего Бог Обладающий Высочайшими Качествами Морали И высочайшей Непоколебимой Волей Он испытал Страдания Предавая Сына Своего За нас Не так ли Друзья Но не задумывались Ли вы Что и Она Отдала Сына Своего За нас Подумайте Об этом Он Спасет Народ Свой От грехов Не думаете Ли вы Что так И могло Переживаться Ощущаться И что Могло Переживаться Человеческом Сердце Матери Из поколения В поколение Первенцы Мужского Пола Приносились В храм Из поколения В поколение Это был Не просто Ритуал Это было Некое Тревожное Ожидание Потому что Первенцы Вносились Как жертва Приношения Богу Народ Израильский Очень ясно Осознавал Что среди Вот этих Первенцев Может родиться Тот Однажды Кто будет Мессия А значит Агнец Тот Кто пойдет На заклание Когда Приносили Этих детей Означало Что только Бог Отныне Будет иметь Первенство И право Над их Жизнью И смертью И каждый Знал И возможно Народ